привет слышали же наверное да что вам все наверное говорят профессионалы особенности когда вы решили покупать или продавать дом в частности покупать дом что прежде всего первым делом вам нужно получить письмо от кредитора дано на ваш на вашу ипотеку подтверждение что вам дают почему задумывались давайте сейчас немножко в деталях эту тему обсудим в нашем в моем еженедельном видео так как сегодня пятница и я бы хотела сегодня об этом поговорить с пятницей вас и сегодня хотела бы поговорить о том почему так важно получить сначала письмо об получении ипотеки прежде чем вы начнете искать дома ну что ж меня зовут нара я риэлтор работаю в северной вирджинии вот уже 15 лет и делюсь своим опытом и знаниями на моем youtube канале добро пожаловать если вы впервые на этом канале и надеюсь что вам понравится сегодня хотела бы поговорить о важности письма об ипотеке о том что вам дают ипотеку на руки и о том что это письмо необходимо получить прежде чем делать какие были либо телодвижения на по поиску домов почему это важно раньше несколько лет назад достаточно было позвонить лендеру или банку или где бы вы там не брали деньги на ипотеку достаточно было позвонить ответить на несколько вопросов и вам давали в принципе приапрувал давали письмо говорили да вперед из песни вот настолько вы можете рассчитывать сейчас этого не произойдет сейчас требуют бумаги подтверждающие вашу платежеспособность ваши пейстабы ваши налоговые декларации за последние два года вы должны все документально подтвердить сейчас вам уже никто не даст не поверить на слово и не просто так документально подтвердить а пройдет какое-то время прежде чем вам могут дать такое письмо на руки как правило это несколько дней и так почему важно получить это письмо прежде чем начинать поиск домов даже вот просто на интернете не надо смотреть дома потому что вы может вы можете влюбиться в какой-то дом не имея приапрувал несколько вариантов может произойти первый к это когда вы не получив письмо и не зная точно сколько вам дадут максимально цену ипотеку на какую сумму вам ее дадут вы начинаете искать дом от фонаря что называется да и вы находите вы влюбляетесь в дом который может на 100 на 200 тысяч быть дороже чем вы можете себе позволить зачем вам лишний стресс вы влюбляетесь в этот дом вы его хотите но вы не можете его себе позволить ну зачем второй вариант это вы не имея письмо на руках вы начинаете искать дом вы ездите посмотрите дома с агентом который не знает что он делает и показывает вам дома без такого письма и влюбляетесь какой-то дом и хотите его и все вот гори она все синим пламенем хочу этот дом как правило я уже говорила в моих предыдущих видео что покупка недвижимости это прежде всего эмоциональная покупка так вот именно так и получается человек приходит в дом влюбляется в него и все остальное становится на свои места и вот представьте себе вы влюбляетесь в этот дом вы звоните вашему лендеру и говорите вот мне нужно получить ипотеку на такую-то сумму я нашел дом лендер как бы он ни старался не может вам дать без предварительной обработки ваших данных письмо он должен это сделать а это у него займет несколько дней за эти несколько дней продавец этого дома может получить не одно и не два предложения а несколько выбрать самое лучшее и закрыть этот дом под контракт почему это происходит потому что сейчас на рынке в северной вирджинии очень сильный рынок продавцов что это значит это значит что гораздо меньше домов на рынке предлагается на продажу и гораздо больше людей которые ищут купить этот дом я не говорю про миллионные дома я говорю про те дома которые вот 500 600 400 тысяч долларов которые вот большинство людей хотят себе нормальных хотят себе купить в этой местности а это такая ценовая планка людей которые покупают в первый раз и здесь очень много таких покупателей очень много а домов в этой ценовой планки нет очень мало поэтому идет такая война среди покупателей и вы знаете в очередном видео вот кстати в следующем видео я бы хотела рассказать о том какое нужно написать предложение чтобы она выиграла в аукционе так называемом аукционе да вот когда у вас вы одно из многих предложений продавец выбирает какое предложение получше взять и с каким покупателем работать так вот в моем очередном видео или в следующем или чуть позже я расскажу о том как написать такое предложение чтобы она вышла вперед и что продавец вы выбрал вас ну а сейчас вам главное очень важно запомнить одну очень простую вещь не нужно искать дома не на интернете не лично не на опенхаусах никак пока вы не получите письмо на руки вы себе сохраните нервные клетки вы сохраните себя время и и усилия какие-то ненужные если вы будете делать каждый шаг в свою как бы пошагово да так как оно должно происходить если есть вопросы обращайтесь хотите обсудить более детально обращайтесь с удовольствием с вами пообщаюсь надеюсь я понятно это объяснила если вы считаете что я не права пожалуйста звоните давайте поговорим а ну что ж все счастливого вам счастливых вам выходных с наступающим вас новым годом и еще раз вас с пятницы до следующей пятницы пока